Харе Кришна, дорогие преданные, дорогие друзья, рад всех приветствовать. Попробуем сейчас почитать Бхагавад-гиту. Шимат Бхагавад-гита, глава у нас третья. Текст 22. Пословный перевод. Асти существует, картавьям – долг, тришу – в трех, локешу – в планетных системах, кинчана – что-либо. На-не, ана-ваптам – желаемое, а ваптавьям – то, чего следует достичь. Вар-те – выполняю, эй-ва – безусловно, ча – также, кармани – в предписанных обязанностях. Перевод стиха. О, Сын Придхе, во всех трех мирах нет такого дела, которым я обязан был бы заниматься. Я ни в чем не нуждаюсь и ни к чему не стремлюсь. И все же я всегда выполняю свой долг. Комментарий Шимпрупада. В Ведах Верховный Господь описан следующим образом. ТАМИШВАРАНАМ ПАРАМАМ МАХИШВАРАМ ТАМДЕВАТАНАМ ПАРАМАМ ЧАДАИВАТАМ ПАТИМ ПАТИНАМ ПАРАМАМ ПАРАСТАТВИДАМАВАДЕВАМ БУВАНЕШАМ ИДЬЯМ НАТАСЬЯ КАРЯМ КАРАНАМ ЧАВИДЬЯТЕ НАТАТСАМАШ ЧАБЬЯДИКАШ ЧАДРИЩЯТЕ ПАРАСЬЯ ШАКТИР ВИВИДАЙ ВАШРУЯТЕ СВАБАВИКИ ГЯНА БАЛАКРИЯЧА Перевод такой. Верховный Господь, Владыка всех Владык, величайший среди повелителей всех планет. Каждый находится у него в подчинении. Каким бы могуществом ни обладали живые существа, они получают его от Верховного Господа. Никто из них не является независимым повелителем. Господь, которому поклоняет все полубоги, Верховный Повелитель. А все остальные повелители подвластны Ему. Он выше всех правителей этого мира и достоин всего общего поклонения. Никто не может превзойти Верховного Господа, высшую причину всех причин. Тело Господа не похоже на тело обыкновенного существа. Его тело неотлично от Его души. Он абсолютен, и все Его чувства духовны. Каждый из Его органов чувств может выполнять функции любого другого органа. Поэтому на свете нет никого равного Ему или более великого, чем Он. Его энергия бесконечна и многообразна, поэтому все Его деяния вершатся сами собой, естественным образом. Это из Швита Шватара Упанишад, 6 глава, 7 и 8 стих. Далее комментарий Швапарпад продолжает. Бог, Верховная Личность, в полной мере обладает всеми совершенствами, являющимися абсолютной реальностью. Поэтому у Него нет никаких обязанностей. Тот, кто стремится к плодам своего труда, должен выполнять определенные обязанности. Но у того, кто не желает ничего во всех трех мирах, не может быть обязанностей. И все же Господь Кришна участвовал в битве на Курукшетре как предводитель кшатриев, поскольку долг кшатриев – защищать тех, кто оказался в беде. Хотя Господь стоит выше всех предписаний шастер, Он никогда не нарушает их. На этом комментарий заканчивается. Повторим благоприятные молитвы. О, магьяна тимирандася, гьянан джана шалакая, чакшуран-милитам яна-тасмай шри-гураве-на-маха, шри-чайтанья-манобиштам стапитам яна-бутале, сваям рупах кадам ахям дадати свападантикам. Ванча-калпатарубьяща-крипасинду-пяевача, патитанам паванебьо-вайшнавибьо-наму-намаха, шри-кришна-чайтанья-праву-ниттянанда, шри-адвайта-гадат-хара-шри-васадигора-бхакта-бринда, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, намам-вишну-падая-кришна-прештая-бутале, шри-матэ-бхакти-виданта-свами-ниттинамине, намастэ-сарасвати-деви-гаурава-ни-прачарине, нервиша-шшу-ни-вади-пасчат-ти-дэ-шатарине. Еще раз перевод стиха. Это 22 стих 3 главы Бхагавадгита. О сын Придхи, во всех трех мирах нет такого дела, которым я обязан был бы заниматься. Я ни в чем не нуждаюсь и ни к чему не стремлюсь. И все же я всегда выполняю свой долг. Приветствую всех, дорогие друзья. Так получилось, что я со своей страницы сегодня вещаю, хотя я не должен был этого делать, поэтому тут много разных людей присоединиться. У меня более 5000 друзей. Поэтому не обессудьте, мы рассказываем о ващнавской философии и рассказываем Бхагавадгиту сегодня. Этот стих из 3 главы описывает, Господь доказывает, в общем, Аджуне, своему другу, что он должен сражаться. Аджуна впал в такое состояние, когда он должен был выполнять свой долг, священный долг. Но на него напала некая иллюзия по воле Господа. И он, по сути дела, отказался от сражения, от своего священного долга. И вот Господь приводил разные аргументы для того, чтобы убедить Аджуну участвовать в битве, сражаться за правое дело. И здесь он приводит очередной аргумент. Он вообще, ну, как бы, описывает важность чувства долга. Здесь на санскрите это слово описано, как картавьям, долг переводится. И здесь он приводит пример себя, что Господь, Творец Мироздания, Владыка Всего Сущего, у него нет никаких обязанностей, с одной стороны. С другой стороны, он всегда выполняет свои обязанности. Очень глубокая тема, и тут можно прочитать семинар на несколько дней, но мы должны самую суть здесь сказать. Шилпрупада здесь в комментарии цитирует стих из Швитошватара Упаниша, где очень многие качества Господа описаны. Первое, что стоит знать всем людям, независимо от того, какой традиции они принадлежат, это то, что Господь отличен от нас в значительной степени. То есть, обычно люди, если принимают концепцию Бога, то все равно, так или иначе, хоть в какой-то степени, они думают, что он похож на нас. Ну да, чем-то он похож на нас, но допустим, здесь описывается, что все органы его чувств выполняют функции любых других органов. Например, кому-то это может быть кощунственным показаться, Господь может кушать глазами, например. Поэтому, когда мы предлагаем ему пищу, произнося определенные мантры, то Господь не обязательно будет их кушать, класть в рот, как мы это делаем. Он может просто глазами посмотреть, это будет великое благо для нас. Он может ходить на руках или на голове, или на ушах, или на чем угодно. Он может вдыхать аромат с помощью рта или с помощью ушей. Ну, не знаю, не будем мы такие дальнейшие примеры проводить, это не так важно. Суть в том, что Господь, мы склонны его мерить по себе. И шил пропадающий, с этим приводил историю с колодезной лягушкой. Одна лягушка встретилась с другой, которая была рядом с океаном. Я другая лягушка, которая не была, там спросила, ну, каков же океан? Она сказала, ну, он огромный, он неописуемо огромный. Она сказала, ну, неужели в два раза больше, чем моего колодца? Потому что это колодезная лягушка была, она жила в колодце маленьком. Нет, больше, чем в два, гораздо больше. В пять раз больше. Нет, больше, намного. В десять раз. Вот, и в конце концов, лягушка это лопнула, потому что она не могла себе представить, что океан в десять раз или там в тысячу раз больше, чем колодец. То есть, в ее представлениях это не умещалось. Вот, то есть, по сути дела, один из первых шагов духовной жизни заключается в том, чтобы понять, что энергии Господа и Он безграничен. Безграничен, абсолютно безграничен. Вот, и естественно, что когда мы понимаем, что Господь не превосходит нас, просто его маленькая частичка, то мы должны склониться перед Ним и стать его слугой или слугой его слуг, это то, что требуется. Но здесь просто Господь приходит, когда на землю, например, когда Он приходил к Господь Кришну, Он играл роль человека. И как человек, Он родился в определенной семье, и у него были какие-то определенные обязанности в семье, обязанности в обществе, и вот сейчас мы будем как раз немного рассказывать об этих обязанностях, которые у него были. Но вместе с тем мне нужно подключить зарядное устройство, потому что я боюсь, что у меня телефон выключится. Я сейчас подключу зарядное устройство, чтобы на всякий случай у меня в течение лекции не выключился телефон. Но мне пришлось перейти в такое место. нормально, я думаю. Давайте вспомним жизнь Господа Кришны и вспомним, как Он выполнял свой долг. Но первое, что мне приходит в голову, это то, что когда Господь родился в деревенской семье, в Нанде Махараджи, Ишо де Мате, и эта семья была семьей пастухов. И, соответственно, их основная обязанность была пасти коров, заботиться о коровах. И, соответственно, в какой-то момент, когда Господь подрос, Ему дали обязанности. Его обязанностем было пасти телят. И вот, когда первый день, то есть, так сказать, первый день Господь вышел пасти телят, вернее, перед этим днем, ему родители сказали, мы тебе дадим тапочки, сделаем такие тапочки, сандалии, чтобы ты своими прекрасными лотосными стопами будешь вступать по земле, и, соответственно, твои лотосные стопы могут пораниться и так далее. То есть, они души не чаяли в Кришне, так же, как и вся деревня пастухов. И Кришна сказал, вы мне приготовили сандалии, замечательно, а сможете ли вы приготовить сандалии для всех моих телят? Вот, и они немного удивились, зачем сандалии телятам, но Кришна сказал, что я на самом деле слуга телят, я не могу в более привилегированном положении находиться по отношению к ним, поэтому я могу одеть сандалии в том случае, если вы дадите такие же сандалии всем телятам, а их огромное количество. То есть, они не могли столько сандалий сделать, да и телята не носят сандалии. Вот, и в тот момент, когда как раз Господь произнес известную такую фразу, касаемую как раз дарма или долга, сегодня мы говорим о долге, она звучит так, дарма-ракшати-ракши-тага. То есть, тот, кто следует или выполняет свои обязанности священности, или олицетворенная дарма, всегда будет защищать человека. То есть, таково устройство мироздания. Дарма, она всегда защитит человека, который выполняет свои обязанности. Такой закон, установленный Господом. Это очень важное утверждение. Как раз мы говорим сегодня об этом. То есть, Господь предварил его вот этой фразой. Здесь он в Бхагавагите, в стихе, который мы прочитали, он как раз говорит об этом, что я всегда выполняю свой долг. Конечно, люди, которые немного знают историю о Кришне, они могут сказать, что иногда Кришна нарушал свои обязанности или свои обещания. Но мы еще к этому придем. Давайте дальше немножко по биографии Господа пройдемся и попытаемся доказать, что да, Господь выполнял свои священные обязанности, не отклоняясь на самом деле. И он, когда он жил во Вриндауне до определенного подросткового возраста, он выполнял свои обязанности, но в какой-то момент он должен был вернуть свой долг своим другим отцу и матери, Васудеве и Деваке. Дело в том, что когда Господь, ну, биография Господа очень, так сказать, неординарна и неоднозначна, да, в Шимат-Бхагатуме описывает, что он родился в Васудеве и Деваке. После того, как он родился, по приказу самого Господа, который принялся родившимся ребенком, но он пристал перед ними в четырехрукой форме, он попросил Васудева отнести в дом Нанда Ешода и поменять с другим таком он оказался во Вриндауне. Но после того, как он оказался во Вриндауне и Васудева вернулся в свою тюрьму, где Кришна и родился, Кришна родился в тюрьме, он так и оставался там вместе с своей женой в Деваке. И естественным образом Кришна должен был вернуть свой долг Васудеве и Деваке и освободить их. Они находились в тюрьме. Да, на самом деле Камса их освободил до этого, но тем не менее все равно они находились под гнетом Камсы. И естественным образом что он должен был их освободить. И вот таков был его долг, священный долг. И он пришел, пришел туда и убил Камсу, который приходился ему дядей. Кто-то может сказать, что да, ну такое не совсем, так скажем, хорошее дело сделал, да, убил дядю своего. Но кем был этот дядя? Дядя был демоном, реальным демоном. И Кришна убил его, выполнил свой долг по отношению к своему отцу, по отношению к своей матери и по отношению ко всему царству на самом деле. Вот. И потом, как этот тиран Камса, который тиранил хороших людей, мучил, там, издевался, ну, всеми возможными способами. Ну, реально демон был, да, но обладающий властью. Вот. И Господа хотели возвести на трон. Ну, поскольку нового царя же нужно было, Камса, все почил. Но Кришна сказал, я не могу быть царем, уже царь есть у Грасена, это его дедушка. И возвели на трон у Грасена. Но, естественно, нарушился мир и порядок после того, как Кришна убил Камсу. И другие цари, демоны, они, так скажем, восстали, они и разгромить этот город, Матхуру, сравнять его с землей, можно так сказать, да, потому что просто Кришна, по сути дела, бросил вызов мировому порядку. Представьте себе, да, вот сейчас вот интересная ситуация в мире, да, очень интересная, да, которой воспрепятствовать, по сути дела, никто не может. то есть, все главы, правительств, государств подчиняются какому-то порядку непонятному, да, ужасно. И никто не может выбросить, бросить вызов этому мировому порядку. Но представьте себе, что подобная ситуация, даже может быть, еще сто раз похлеще, если можно так выразиться, была в те времена, когда Господь приходил на землю. И он, можно сказать, вот с этой точки зрения, если посмотреть, он бросил вызов мировому порядку. Вот давайте сейчас подумаем, может ли кто-то из нас бросить вызов такой? Безусловно, нет. Мы маленькие мошки, грубо говоря, да, но Господь мог бросить вызов всему миру без проблем. И он бросил этот вызов. И естественным образом, что на Матхуру начались набеги демонов. И Кришна, вот представьте себе, он же играл роль человека, хотя был самим Богом. Он решил изменить ситуацию. И он построил город Двараки. Он послал, пригласил небесных архитекторов, которые в считанные дни и часы возвели город. Посреди океана. Дварака находилась посреди океана. И естественно, что напасть на нее никто не мог. Вернее, могли, но через море. И соответственно, те, кто будут нападать, они, естественно, в более очень невыгодном положении будут находиться. Вот таким образом Господь защитил своих подданных, своих родственников. И естественным образом он постепенно начал убивать всех этих демонов, одного за другим. И в конце концов произошла вот эта вот битва на Курукшетре, в которой Господь переубивал всех остальных демонов. Не своими, правда, руками, да, а руками своих преданных. Вот просто сейчас вот видите, я так вот спонтанно рассказываю, да, но вот интересно мне пришел пример как раз в голову, как бы сравнение с нынешней ситуацией. С нынешней ситуацией. А нынешняя ситуация такова, что по сути дела сейчас все правители земли, они демоны. Прошу прощения, конечно, может быть, это для кого-то неприятно звучит, но по факту если мы почитаем Бхагавадгиту и прочтем божественные качества, демонические качества, то мы ясно поймем, что все эти правители, они обладают реально демоническими качествами. И, соответственно, никто ничего против них сделать не может, потому что у них власть находится, да. Но Господь, Он может бросить вызов миллионам демонов, самым могущественным. Таков Господь. И когда Он приходит на землю, Его задача не то, чтобы убивать демонов, хотя в 4 главе описывается пари трана и саду нам винаша и чадуш критам дарма самста панартха и самбавами юге юге Я прихожу юге юге из века в век, чтобы винаша и чадуш критам убить всех демонов душ критам в душ крите это люди, которые не собираются подчиняться законам во вселенной не собираются выполнять законы Господа. Они бросают вызов ему. И вторая причина пари трана и саду нам он защищает преданных или людей благочестивых. Естественно, что люди благочестивые страдают, когда демоны власти. И Господь, это его долг, также его долг защищать благочестивых людей. Он бросает вызов демонов демонов и защищает преданных. И дарма самства панартхая, то есть он останавливает законы религии заново. То есть до тех пор, пока демоны не пришли к власти, но это было давно, не сейчас, не то, что демоны совсем недавно кто-то скажет пришли к власти. Нет, они уже давно власть, уже несколько тысяч лет. Вот с тех пор, как началась Кали-Юга чуть позже. Вот. И, соответственно, Господь мог установить законы религии заново. Но пришлось ему потрудиться. Обратите внимание, что он проделал серьезную работу. Естественно, что Арджуна был, можно сказать, его в этом отношении правой рукой. Так же, как и Пхима и другие его преданные. Эти преданные обладали величайшим могуществом, несравнимым, ни с чем могуществом. И вот говорится, что в битве на Курукшетре фантастика было убито 560 миллионов. Вот представьте себе, что, например, в годы Второй мировой войны было убито, допустим, 40 или 50 миллионов. Но в битве при Курукшетре было убито 560 миллионов. Правда, ну, как бы, некоторые, так сказать, люди въедливые, они изучали этот вопрос и не насчитали 560 миллионов. Но описывается, что на самом деле там не только живые существа в грубых телах сражались, но и в тонких телах. То есть, например, бхуты, гухьяки всякие, да, то есть, низшие существа, духи, которые в тонких телах находятся. Их никто не считал. Но вместе с ними выходит 560 миллионов. И, естественно, что там были не только демоны, но вот эти вот самые благочестивые люди, которые сражались на стороне Кришни, в первую очередь, да, они как раз пожертвовали, можно сказать, своей жизнью ради мира на земле, ради счастья, ради того, чтобы возвести снова благочестивого царя во владычество землей Махараджи и Тиштиру. И Кришна, то есть, мы о чем сегодня рассказываем? Мы говорим о том, что Кришна идеальным образом выполнял свои обязанности. То есть, он сначала идеальным образом выполнял свои обязанности по отношению к жителям Бриндавана, по отношению к своей маме Ишода-Мати, по отношению к Нанди Махараджи. Потом он совершенным образом выполнял свои обязанности по отношению к Ядовым, то есть, к Васудеве и Девике, к Уграсене, да, Уграсене был царем, а он выполнял роль его слуги. Сам Верховный Господь выполнял роль слуги Уграсены, выполнял роль слуги Васудевы и Девики и всех жителей Двараки он их защищал. И когда началась битва на Курукшетре, Кришна дал обет. Интересный обет, то есть, поскольку он является Верховным Господом, то если бы он сражался на той или иной стороне, то, соответственно, ну, так сказать, какой смысл тогда вообще сражаться, если на одной стороне Верховный Господь находится. хоть весь мир и остальной будет против него, он запросто всех переубивает просто. Но, чтобы, так сказать, не было преимуществ ни одной стороны, он дал обет. И обет заключался в том, что он не будет сражаться ни на одной из сторон. там была такая интересная ситуация, что когда уже было ясно, что начнется война, то и Пандавы, и Кауравы, которые возглавляли обе стороны, они начали искать себе, так скажем, помощников, которые будут сражаться на их стороне. И в какой-то момент и Дурьотхана, глава, можно сказать, Кауравов, самый демоничный из царей и Аржуна, они одновременно пришли к Кришне и хотели, чтобы Кришна на их стороне сражался. Вот, но это там можно долго эту историю рассказывать, я просто вкратце расскажу. И в общем, они попросили у Кришны, чтобы он на их стороне сражался. И Кришна тогда сказал, давайте так, я не буду сражаться со всем, я просто могу быть в качестве советника для какой-то одной из сторон и выполнять роль колесничего. А с другой стороны, у меня есть, так сказать, совершенная армия, состоящая из совершенных существ. Вот, выбирайте я, который не будет сражаться или армия моя. И Дурьотхана выбрал армию Кришны. Он подумал, ну, раз Кришна не будет сражаться, нет смысла в нем никакого. Мне советник такой не нужен, я сам себе, так скажем, советник. А я возьму его армию, естественно, что мои силы увеличатся. Ну, Арджуна, естественно, выбрал Кришну. И, естественным образом, удовлетворенность получили и Арджуна, и Дурьотхана. Вот, и Кришна не сражался, не сражался. Но, правда, тот, кто знает Махабхарату, было пару моментов, когда казалось, что Кришна нарушил свой долг. Здесь, в этом стихе 3.22, который мы сегодня прочитали, Господь говорит, что Он идеальным образом выполняет свои обязанности, идеально следует долгу. Но, кто-то скажет, а вот Кришна нарушил свои обязанности. Была такая история. В какой-то момент Пхишму, великого воина, его очень сильно разозлили, тот же самый Дурьотхана. Пхишма, великий воин, высшей степени праведный человек, чистый, преданный Господом, можно сказать, он сражался на стороне Кувравов, так ситуация его вынудила действовать. И он обладал неимоверным могуществом, неимоверным могуществом. И в какой-то момент Дурьотхана его разозлил, потому что он сказал, что ты должен сражаться за нас, и ты должен сражаться полную силу. Но я вижу, что ты даже десятой доли своей силы не прилагаешь. Поэтому он его разозлил. Я не помню, какие ему слова сказал, но суть в том, что он очень сильно его разозлил. И Пишма сказал, что все, я буду сражаться как бессердечный абсолютно демон, можно сказать. То есть, на другой стороне его любимые внуки находились. Естественно, что он их не мог убивать, но он готов был переубивать всю армию. и он сражался так ожесточенно, что просто он косил, просто он выкашивал армию пандавов. И пандавы очень сильно обеспокоились. Они подумали, боже мой, от нашей армии сейчас ничего не останется. И Аджуна вступил в бой с Пишмой, чтобы, так сказать, защитить свою армию. Но Пишма превосходил Арджуну даже. Арджуна величайший воин, но Пишма просто превосходил даже его. И суть в том, что сражение подошло к такой ситуации, что еще пару выстрелов, и Пишма убьет Арджуну. И Кришна, он должен был защитить Арджуну. Но он не мог этого сделать. Почему? Потому что он дал обет не сражаться. ситуация очень неоднозначная. Если мы будем медитировать на эту лилу, на эту игру, то мы поразимся качеством Господа. Он сделал следующее. Поскольку он сказал, что он не возьмет в руки оружие, он не стал брать в руки никакое оружие, тем более у него его и не было. Спрыгнул с оторвал колесо от колесницы или просто валялось там колесо от колесницы. Просто с колесом. Представляете, с колесом от колесницы. Увидев вот эту ситуацию, он понял, что вот она, Бактова Отца, когда Господь готов пожертвовать всем ради своей Бактова. Господь готов пожертвовать своими обетами даже, потому что ранее дал более серьезные обетами, будет защищать своих преданных при любых обстоятельствах. Его преданное никогда не погибнет, сам говорит он Бога. Поэтому он решил убить его. С другой стороны, Арджуна он понял, что Кришна сейчас нарушит, он дал обет, и он должен как бы сделать так, чтобы он не за Кришну. Он схватился за его ноги, за его одежду, а Кришна со скоростью молнии остановить Пхишму, потому что он нападал на его друга, Арджуну. И есть такая картина, что он готов убить Пхишму, он за него держится, А с другой стороны Пхишма он понял, что вот я достиг совершенства преданным Кришне. Ну, в смысле я готов удар Господу, и он не стал сражаться, он отложил его. Он готовый, чтобы Кришна его убил. Представляете, это просто протрубило раковина, бой вот на каком моменте они остановились, воины расходились в разные стороны. Битва закончилась, и Кришна остановился, и Аджуна остановился, вот, они разошли. То есть, по сути дела, эта ситуация показывает, что Господь готов нарушить обещание, но обещание низшего порядка, ради того, чтобы выполнить обещание высшего порядка. То есть, по сути дела, здесь нет нарушения долга, тем более, ситуация так повернулась, что Господь не убил Пхишму и не пустил ход даже это колесо, хотя он хотел пустить его. Другой момент тоже был интересный, он тоже связан как раз с этим качеством Господа, Бакта Вацалии, но также связан с долгом, а долг он заключается в том, чтобы защищать своих преданных. Арджуна попал в тяжелую ситуацию, припитанный Куракшетри. Он дал обет, да, Кшатри очень любит давать обеты, он дал обет убить своего врага Джайдратху, который, в свою очередь, стал причиной смерти его сына. Абхиманию, сына Арджуны, был убит Кшатриями, ему было всего 16 лет, и его окружило пять человек, пять Кшатриев, великих воинов, Махарадх, где там был и Дрона, и Пхишма, и Дурьотхана, да, то есть, и Карна, пять великих воинов его окружили, пацана, можно сказать, 16-летнего, и убили в конце концов. Аджуна не мог заступиться за него, потому что он воевал, на другом конце битвы они специально так устроили. И когда он вернулся в этот день, он увидел, что его сын продолжателем его рода был мертвым. И тогда он начал расспрашивать у всех, кто стал причиной смерти моего сына, и сказали, что Джайдратха, Джайдратха получил благословение, что он мог всем пандаумам противостоять один день только помест Господи Шива. И тогда Джун, узнав об этом, дал обет, что он убьет Джайдратха в этот день, на следующий день он убьет его. Если он не убьет его, он войдет в погребальный костер живьем. То есть, он сожгет себя. И Каураву узнали об этом обете. И решили всеми силами защитить Джайдратха, чтобы Арджуна, в конце концов, так скажем, убил себя, сжег себя в погребальном костре. И что же произошло дальше? Очень интересно. Они устроили, построили, построили фаланги таким образом, чтобы защитить Джайдратха, поскольку там были великие воины, такие как дрона, пхишмы. Они построили фаланги или армию таким образом, выстроили, чтобы Джайдратха находился в самом конце. И Аджуна должен был пройти всю армию, чтобы убить Джайдратха, чтобы было практически невозможно. И помочь ему мог только Кришна с помощью своих хитростей. И он это и сделал. Произошло следующим образом. Это такие очень незабываемые игры Господа. Просто вот, я вот слушаю, рассказываю о них, у меня просто перехватывает дыхание, самые мои любимые лилы из Махабхаров, но одни из самых любимых, много, конечно. И когда стало понятно, что Арджуна никак не достигнет своего врага Джайдратху не убьет его, Кришна сделал такую вещь. Он сделал затмение солнечное. Солнце, как казалось, зашло. И естественным образом, что когда солнце заходит, начинают трубить раковины, типа битва закончилась. И тогда Арджуна понял, что он не смог выполнить свой обед, он должен значит сжечь себя в костре. Он спустился с колесницы и начали приготовление, собрались куравы, которые смеялись, злорадствовали. Собирали погребальный костер. Аджуна просто в ужасном состоянии, представьте себе, он не отомстил своему врагу и из-за него, можно сказать, вероятно, его армия проиграет в битве. То есть, он все, ну, все, все ужасное, что могло произойти, произошло. И он уже был готов пойти в погребальный костер. Но дальше произошла интересная вещь. Кришна затмение закончилось, которое устроил Кришна. И солнце снова вышло. Аджай-радха находился в непосредственной близости, уже тоже насмехался над Аджуной. И тогда Кришна сказал Аджунин, смотри, Аджуна посмотрел в одну из сторон, на которой снова появилось солнце. И Кришна ему сказал, бери лук из стрела и убивай Джай-радха, который стоял прямо перед ним. И он так и сделал. Представьте вот эти две сцены, две истории, которые я рассказывал, просто за живое, за самое живое берут. Здесь показано вот это вот, что Господь ради своих друзей, ради своих преданных, которые посвятили свою жизнь ему, готов великие иллюзии создавать, готов на самом деле пожертвовать своими обещаниями ради того, чтобы его преданные были счастливы. Таков Господь. И естественно, что когда мы слушаем подобных качествах Господа, первое, то, что хочется, это предаться ему, зависеть от его воли, выполнять его желания. Если мы вспомним Шримад Багутам, то там есть удивительный стих тоже, который произносит Уфова, тоже один его великий преданный, он говорит, что где я еще найду такого Господа? Он так говорит, как будто допустим, на самом деле великих повелителей во Вселенной огромное количество. Кто-то поклоняется Господу Шиве, кто-то поклоняется Господу Брахме, кто-то поклоняется Индре, кто-то поклоняется Куверю, Ладыке сокровищ, полубогов. Огромное количество есть могущественных личностей, даже здесь, на земле. В сравнении с Господом, конечно, они ничто. Тем не менее, он говорит, где я найду еще более милостивого Господа, который пожаловал место в духовном мире личности, которая хотела его убить. Мы знаем, что демон, демоница Путана хотела убить его. Она, так сказать, вот эти демоницы, имеют способность черной магии, с помощью черной магии они могут менять облик. И они меняют облик. Она страшная демона сами по себе, но она, как сказать, очень красивый облик приняла, очень красивое тело приняла, обошла в Вриндаун и обошла в дом Кришни и даже Ешода, мать Кришны, она пропустила ее с легким сердцем, думая, что это богиня процветания. Но она намазала свой сосок грудь ядом, чтобы отравить Господа. И Кришна понимая, что это демоница, он вцепился в этот сосок и вместе с этим ядом он выпил ее жизненный воздух и она умерла. Но после того, как она умерла, чего она достигла, вот что вопрос. И Утхова, великий духовный авторитет, говорит, что она достигла духовного неба. То есть она достигла планеты, где живет сам Господь и стала одной из кормилиц Господа, потому что Господь ее принял как свою кормилицу, хотя он убил ее, демоническую сущность, он ее убил, но он пожаловал ей просто какое-то невообразимое место. Он сделал ее одной из своих матерей. Если размышлять над этим, то есть в этом мире действует закон око за око, то есть нужно наказывать человека, если он причинил вам зло, причинил вам боль. но Господь действует абсолютно по-другому. Он наоборот воздает добро за зло, но если человек определенным образом настроен, то есть это была реально великая демоница, то есть говорится, что когда Господь убивает демонов, то они получают все освобождения. Это тоже большой вопрос для обсуждения, но мы говорим сегодня не об этом, мы говорим о качестве Господа и говорим о том, что он совершенным образом выполняет свои обязанности, совершенным образом. И естественно, что он приводит пример себя для того, чтобы побудить Аджуну также выполнять свои священные обязанности, то есть сражаться. И если теперь перейти к нам, мы же должны уже в ближайшее время завершать, сейчас посмотрим, сколько у нас время, уже время, восьмой час, мы должны сказать, что мы должны также выполнять свои обязанности совершенным образом, следуя по стопам Господа. Это наш священный долг по отношению к Господу. Это жизнь непростая штука, жизнь непростая штука, естественно, что если мы даже должным образом знаем свои обязанности, выполнять. Почему? Потому что кроме фарма характеризует как раз вот это слово обязанности, кама это если очень хочется, то можно этому принципу. это кому-то может повредить. Бог с ним, ну кому я поврежу так сильно? Ну хочу пересиливать. То есть получается есть священный долг. Весов наше желание и соответственно может выбрать как раз каму исполнению своего долга. Просто поразмышляйте над этим и убедитесь, что да, такое бывает, на каждом шагу бывает, и может быть с нами даже бывает или было когда-то. Поэтому, чтобы такого не было, то есть смотрите, когда человек нарушает дарму, ну, допустим, человек знает. То есть по сути дело первое то, что должен знать человек, это очень должен идеальным образом знать свои обязанности. Просто дело в том, что иногда люди даже и не знают своих обязанностей. Ну например, обязанности на самом деле наши очень простые. Если посмотреть по сторонам, они сразу прояснятся. Ну допустим, взять меня. Я выполняю роли определенные по отношению к разным людям здесь меня окружающим. Например, у меня есть сын. По отношению к моему сыну у меня есть обязанность. То есть я слуга в какой-то смысле своего сына. Я должен его должным образом воспитывать, чтобы он стал хорошим человеком, чтобы он стал признанным Господом. Это моя обязанность. Моя обязанность его кормить, моя обязанность его поить, оплачивать школу и так далее, так далее, и так далее. Это обязанность по отношению к сыну. У меня есть супруга, по отношению к ней у меня есть тоже определенная обязанность. Вот сейчас у меня родителей нет, но допустим у меня есть родители, то есть мама моя оставила тело в мае. По отношению к ней у меня тоже есть, вернее были и есть даже на самом деле обязанности. Просто я хотел сказать, что прежде чем она оставила тело, где-то два года за ней ухаживал. То есть она была лежащей больной, лежала на кровати и я ухаживал за ней. То есть все, что было необходимо делать, я делал. Хотя по сути дела это не обязанность мужчины, но у меня нет сестры, которая могла бы ухаживать. это вообще непростое дело ухаживать за лежачим больным. Я делал это. Теперь я хочу сказать для моих друзей, которые знают меня, что буквально вчера во Вариндаване был проведен обряд, так скажем, последний обряд. Дело в том, что вайшнавской традиции мы не хороним тела, мы кремируем, а потом отправляем прах в священное место, в частности во Вариндаун, и там проводят определенный обряд, когда прах рассеивают над водой ганги, проводят определенный обряд. Так вот, этот обряд вчера произошел по милости преданных, мы сделали все-таки этот обряд, потому что она оставила тело в мае, а сейчас уже январь, и я не мог до этого времени никак отправить прах в Вариндаун по причинам вот этих всяких ограничений и так далее, но все-таки мне это удалось, и я прям был вчера очень счастлив. То есть, у нас есть обязанность по отношению к детям, по отношению к родителям, на работе у нас есть обязанности и так далее, то есть, на самом деле, это многообразные обязанности, есть обязанность по отношению к людям, которым мы вступаем вот сейчас в диалог, да, то есть, если брать преданных Господа, то у них есть еще духовные обязанности. То есть, преданные, это вообще удивительные люди, которые наряду с обычными обязанностями, они еще выполняют духовные обязанности, то есть, их огромное количество этих обязанностей. по сути дела, нужно быть совершенным мистиком, чтобы совершенным образом все эти обязанности выполнять. Это очень трудно, очень трудно. Но если мы заручимся поддержкой Господа, если мы обретем определенного типа разум, то есть, по сути дела, мы должны понимать, что это наш священный долг. И почему люди пренебрегают этим долгом зачастую? Допустим, взять наших правителей в Санкт-Петербурге и, например, ругали нашего губернатора Беглова. Почему? Потому что несколько дней подряд здесь был очень сильный гололед на улицах. И количество ломались в себе конечности, руки, ноги, даже позвоночник. И все больницы переполнились больными людьми, но с конечностями, их не знали куда девать. А почему это было? Потому что просто не посыпали в себе позаботился о том, чтобы навести порядок, просто вот добивались. разности наши правители, не говоря уже о многом другом. Но зачем нам думать о других? Мы должны думать о себе, мы должны просто понять причину, почему люди нарушают свой долг. Причина очень банальная, недостаток разума. Разум означает сила, внутренняя сила, которая как раз позволяет следовать долгу. Если этой силы нету, если нет разума, то человек кама или желание, желание удовлетворения чувств, они пересилят. Они пересилят и соответственно человек принесет жертву, свой долг, своим желаниям, что и происходит на каждом шагу с некоторыми людьми. Поэтому выход из этой ситуации очень простой. То есть мы должны обрести разум. И разум этот дает Господь. И разум этот мы можем получить из священных писаний. Они очень сильно укрепляют наш разум. Еще и потому, что мы там видим пример великих личностей, которых Господь приводил и будет еще приводить царь Джанака и многих других священных святых царей, святых людей, которые выполняли свой долг идеальным образом. допустим, я еще один яркий пример приведу. Это описано Шримад Багаватом родного мудреца, который звали Датхичи Муни. Датхичи Муни был отрешенным человеком, великим мудрецом, обладающим огромной духовной силой. И вот в какой-то момент демоны и полубоги они всегда враждуют друг с другом. Демоны хотят захватить власть и полубоги хотят захватить власть и они враждуют друг с другом. Это происходит на всех уровнях во вселенной. И вы можете сами чувствовать, что это происходит постоянно. И в какой-то момент реально боги или полубоги они проигрывали. Демоны их изгнали с райских планет и они где-то там прятались и они искали выход из этой ситуации. И в конце концов они обратились я не помню к Брахме они обратились и сказали дорогой Господь как же нам выйти из этой ситуации. И он сказал им идите к мудрецу Датхича и попросите его кости из этих костей сделайте оружие и с помощью оружия вы убьете демонов всех переубиваете. Идер подумал как же так кости мудреца Датхича но он же живой как мы его кости возьмем. Он начал думать Брама рассказал значит надо делать они пошли мудрецу Датхича Индра и другие боги сказали дорогой мудрец нам нужны твои кости представляете что к вам придут и скажут нам нужны ваши кости отдайте нам ваши кости это означает что вы должны оставить тело и предоставить свои кости ради блага мира и что сделал мудреца датхича он сказал конечно хотя говорит сначала он их немножко испытал но в конце концов он оставил тело просто и дал им возможность забрать свои кости так вот из этих костей сделали оружие оружие индры вазра ибо в итоге демоны полубоги победили демонов представьте себе то есть святой человек или человек который строго следует долгу он готов пожертвовать своей жизнью без промедления ради благ других людей такие были ведические времена святые цари такие были великие мудрецы и все люди прилагали усилия чтобы так или иначе приблизиться к этому уровню сделать что-то хорошее для людей понимаете в те времена люди копили благочестия они прилагали значительные усилия чтобы копить свое благочестие чтобы служить другим людям в отличие зачастую от нашего времени когда люди копят грехи вот мы не должны ему подавляться мы должны понимать что реально есть святые люди и следуют по их стопам а не по стопам демонов которые принуждают и нас принуждают у нас так же стать демонами то есть по сути дела в мире есть три категории людей это божественные натуры демонические натуры и невинные люди невинные люди люди они где-то посередине находятся лишь единицы обладают реально какими-то прям по-настоящему божественными качествами и лишь единицы обладают демоническим качествами по-настоящему Все остальные люди находятся просто под тем или иным влиянием. Либо под демоническим влиянием, либо под божественным влиянием. И теперь выбор за нами. Под какое влияние мы хотим попасть? Под демоническое влияние и попасть под власть камы, когда мы жертвуем, так скажем, своим долгом, своими священными обязанностями ради удовлетворения собственных чувств. Давайте благословим друг друга, чтобы у нас были силы, чтобы у нас было желание, чтобы у нас был разум. Всегда при любых обстоятельствах следуя своему священному долгу и не отклоняться от него до конца дней своих. Простите меня немножко за небольшой пафос, но это реально... Прошу вас благословить меня. На этом я, наверное, остановлюсь. Не буду отвлекать ваше внимание. Так получилось, что из-за моей техники, что мне пришлось сегодня вещать в своей странице. Хотя, в общем-то, это для Санкт-Петербургского общества знаний Кришны делается. Но в итоге так получилось, что многие мои друзья, знакомые присоединились и посмотрели немного. Большое спасибо вам. Всех рад вас видеть. Если, может быть, какие-то есть вопросы, дополнения, если вы здесь напишите в комментариях, то я их увижу и отвечу вам. На это у вас всего лишь пара минут есть или одна минута. Если я вопросов не увижу, только тогда я остановлюсь здесь. Пожелаю вам всем милости Господа в первую очередь. Великой милости Господа, чтобы вы прошли через все трудности жизни, которые нас сейчас особенно нещадно преследуют. То есть, на самом деле, обычно люди желают друг другу удачи, счастья. Но в наше время это бессмысленно делать. И это, на самом деле, не до конца правильно. Я желаю вам преодолеть все трудности, которые на нас свалились и продолжают валиться, как из рога изобилия. Мы живем в необычное время. Давайте пожелаем друг другу преодолеть все эти трудности и выйти с честью, не запятнав свою репутацию, так скажем. То есть, держать за лоцтные стопы Господа, за лоцтные стопы святых людей, чтобы нам не стать на сторону демонов, чтобы нам преодолеть это демоническое влияние, которое просто давит сейчас на людей, давит, очень сильно давит. Желаю вам всего наилучшего, дорогие друзья. Харе Кришна! Субтитры создавал DimaTorzok